Владимир Путин подписал указ о заморозке накопительной части пенсии до 2024 года. Не удивлены? И тем не менее я вам расскажу о чем на самом деле речь. А дело в том, что каждый из нас в период с 2002 по 2013 годы откладывал на накопительный счет 6% от своего дохода. За кого-то это делал работодатель, кто-то сам. То есть на протяжении 11 лет мы с вами копили деньги на старость. Нехилая сумма собралась. Подразумевалось, что когда придет время и мы станем пенсионерами, то помимо основной части пенсии человек сможет получать и вот эту вот накопительную сумму. Однако в 2013-м Путин наше накопление заморозил. Когда они будут разморожены, одному ему известно. А вот теперь самое интересное. Главное, сколько те деньги будут весить к тому моменту. Простой пример. А в 2002-м моя зарплата составляла примерно 15 тысяч рублей. 6% от этой суммы. Это почти тысяча. И на ту тысячу я мог купить в магазине целую тележку продуктов. Сегодня тысяча уже мелкая разменная монета. А к 24-му во что она превратится? 11 лет ты копил. И потом у тебя эти деньги украли. Нет, тебе их и вернут скорее всего. Ну может хватит к тому моменту хотя бы на коробок спичек. Нормальный такой лохотрон. Нет. Чубайс со своей приватизацией мальчишка. Просто тут ребятки по-взрослому. Всю страну поимели. Это реальная журналистика. Поехали. Вы конечно знаете, что завтра случится очередное знаменательное событие. Наш президент дает очередную пресс-конференцию. 22-ю по-моему по счету. И у меня возникает вопрос, а зачем она нужна? Я серьезно. Кто-нибудь из вас верит, что там прозвучат хоть сколько-нибудь острые вопросы? Вот о пенсиях, например. На нынешнее мероприятие даже не всех журналистов-то позвали. Только своих. Из как будто бы оппозиционных СМИ. Может быть будут дождь признаны на агентом и новая газета. Не факт. Впрочем, что им дадут возможность спросить о чем-то главаря. Да я прямо сейчас расскажу вам, о чем на той пресс-конференции пойдет речь. Владимир Владимирович, а вы ведь молодец. Да, я молодец. Владимир Владимирович, а вы ведь великий геополитик. Да, я великий геополитик. А мы покажем проклятым пиндосам Кузькину мать. Ну конечно покажем. А еще про какую-нибудь Украину. Про какую-нибудь Сирию. Про возможного преемника и о том, какой, например, массаж Путин предпочитает. На фоне глобальных макроэкономических вопросов и тети, и всего остального, абсолютно копеечный вопрос. У нас, вот по сельскому хозяйству задавали момент по поводу токаря, мне на самом деле понравилось. Он тоже очень маленький, но жизненный. У нас ситуация в области такая же. У нас сделают вятский квас. Квас? Вятский квас. Ну, охрана. Я чувствую, кваску-то махнули уже с охраны. Вадим Ильич, я хотел вас угостить, но охрана не давала ничего. Пронес. Помню, пару лет назад проходила прямая линия, это даже круче, чем пресс-конференция, там же народ напрямую к царю обращаются. Я чуть со стула не упал, когда показали одного вопрошающего. Это был школьный учитель из деревни. Ну, думаю, сейчас чувак как спросит. Иренская школа, сами понимаете, там геморроев выше крыши наверняка. Никогда не догадаетесь, о чем этот человек спросил деда Вову. Господин президент, в нашей школе не хватает редких книг. Ты серьезно, мужик? Это единственное, чего вам не хватает? Да что ты, черт побери, такое несешь? Приведу опять пример из личного. Мой брат живет в деревне, он фермер, много раз говорил. Так вот, его супруга помогает тамошней школе в качестве волонтера. Она не педагог, нет, не преподает никаких дисциплин. Ведет что-то вроде кружков, где дети поют, танцуют, рисуют, стихи читают. Но это лучше, чем бы они просто шарашились по улице. Зачем им волонтеры, спросите вы? Да потому что не комплект учителей, часть предметов тупо некому вести. И директор бессилен. В штатном расписании заложены лишь копеечные зарплаты. Действующие педагоги и так за двоих, за троих пашут. Можно, конечно, выписать учителей из города, тех же выпускников вузов. Но их ведь надо хотя бы жильем обеспечить. А жилого фонда у директора нет. Кто станет таскаться в эту деревню из города? Я знаю, о чем говорю. Я через это проходил, потому что жил в подмосковном Ногинске, ездил на работу в Москву. Два с половиной часа туда, два с половиной обратно, пять часов в транспорте каждый день. Ребят, меня хватило на полгода, а после был нервный срыв. Потому что пять часов в день в нашем транспорте – это ад. В свой единственный выходной я целый день отсыпался, семью не видел. Поскольку уезжал в шесть утра и возвращался в час ночи. Но у меня хотя бы зарплата была хорошей. Под сто тысяч, а учитель этот за пятнашку на такие мучения должен себя обрекать. В нашей стране этот вопрос вообще никак не проработан. В Союзе оно было, а в путинской России нет. А ведь вопрос-то плевый. Предоставьте человеку жилье, дайте соцпакет, и люди поедут в это село. Ну сколько та изба стоит? Миллион от силы. Для бюджета это копейки. Но нет, мы лучше лишних 200-300 чиновников в местное управление образования заведем, которые будут рисовать отчеты. Как все хорошо и прекрасно в отрасли. Или другой пример, пожалуйста. Просто 2018 год Россия тогда принимала чемпионат мира по футболу. Блин, где Россия и где футбол? На кой ляг нам этот чемпионат вообще был нужен? Зато под него понастроили стадионов по всей стране. Миллиарды ввалили в те стадионы. А что на выходе? Вот в моем родном Екатеринбурге стоит этот стадион. 27 ярдов в него влупили. Все бы ничего, но он летний. Летний стадион на Урале, где 9 месяцев зима. С октября по май его невозможно использовать. Стоит хабазина просто так. А налогоплательщики за ее содержание отстегивают. Сотни миллионов ежегодно жителей Свердловской области платят за то, что вот эта вот хрень просто стоит. Почему на этапе проектирования никто не подумал о том, как данный стадион будет использоваться затем после чемпионата? А я вам отвечу. Потому что в тот момент подрядчики думали только о 27 миллиардах, которые можно освоить, о власти региона. О том, как побегут отчитываться перед Путиным. Владимир Владимирович, мы молодцы! Построили объект раньше сроков! Это просто праздник! Какой-то! Еще пару слов про тот чемпионат. Только что вспомнил. Я не фанат футбола, но тогда в 18-м решил все-таки сходить на этот стадион, посмотреть игру. Ну, чемпионат мира все-таки. Начал узнавать про цены на билеты. Ребята, от 20 тысяч. Причем это где-то там на галерке. Не 100 поближе от 50. Твою жизнь! Для кого этот чемпионат вообще устраивали в России? Для иностранных болельщиков? Ну, потому что средний статистический россиянин такой ценник не мог просто вытянуть 12 тысяч мрот, 20 тысяч билет. Чтобы люди посмотрели игру по телевизору, так и не нужно было тогда сюда этих футболистов тащить, тратить кучу наших денег. И у нас все так. Куда ни сунься, Владимир Владимирович очень любит масштаб и размах. Ну, с крутой парад на 9 мая. Потом еще один на день ВМФ. У нас самый большой в мире Крымский мост. У нас самый олимпийский город Сочи. Мы первыми в мире создали вакцину от коронавируса, а потом еще четыре. Зачем-то? Да, нафига козе баян? 25 миллионов работающих россиян находятся за чертой или возле черты бедности. Пенсионеры по помойкам копаются. Учителей вон в школах нет. Да и школ-то тех не хватает. Недавно рассказывал. В районе, где живет моя теща, единственную школу закрыли. Ближайшая в 10 километрах больница. В некоторых населенных пунктов нет. Да что там больниц, фельдшерских пунктов? И тех нет. Зато мы опять вакцин запузырили. Минздрав зарегистрировал еще одну пятую вакцину от коронавируса. EpiVac Corona N. Так же, как и EpiVac Corona, она разработана новосибирским центром Vector. И является ее усовершенствованной версией. Блин, какой-то бизнес по-русски. Ты знаете, когда человек еще ничего не заработал, но уже купил крутую тачку. Снял дорогущий офис, нанял секретаршу и два десятка помощников, так и царь наш. 22 года надо еще немного потерпеть. Давайте потуже затянем пояса. Прошло отнестись к этому с пониманием. При этом всю дорогу что-то празднует. Затевает стройки века. Прощает долги кому попало. А Ваня сидит перед телевизором. Да, у нас будет еще одна ракета аналогов нет. Ой, а мы там какой-то газопровод снова куда-то тянем. Вау, цены на газ в Европе вновь бьют рекорды. Тебе-то чего с этого? Помнишь, 15 лет назад ЮКОС национализировали. Ты не задавался вопросом, где твои 15 сантиметров трубы? Ну, предприятие вроде как народу ведь вернули на словах. А на деле Игорь Сечин и компания с того ЮКОСа кормятся все эти годы. А ты как пил молоко из пальмового масла, так и пьешь. Как ходил в дешевых джинсах, так и ходишь. Я не понимаю такого патриотизма и таких поводов для гордости. Для меня повод для гордости, это когда я сам чего-то добился или мои близкие. А то, что мой сосед вчера новым мэрсом за 10 лямов хвастался. Я-то какое к этому имею отношение? Поэтому нет, я даже не собираюсь завтра тратить свое время на 4 часа лжи лицемерия сказок. Я бы хотел вас поблагодарить от лица журналистов Первого канала, может быть, многих других российских. Благодаря вашим волевым решениям, всесторонней поддержке и помощи, народы это понимают. Большое спасибо за универсиаду, это было потрясающе. Я уверенна. Хотя нет, если честно, кое-что меня все-таки интересует, а именно выйдет ли президент к журналистам на этот раз, или опять будет общаться с ними через монитор из бункера. Хотя, уверен, мы все знаем ответ на этот вопрос. Он же вакцинировался. И даже ревакцинировался, как говорит его балаболка Песков, потому сидит в изоляции. 98% защиты, это не шутки. Короче, и вам не советую, не тратьте время. Лучше проведите его с близкими или фильм какой-нибудь хороший. Посмотрите краткую выжимку, в отличие от версии пропагандистов. И я для вас потом сделаю. Все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Подписку проверяйте, иногда слетает. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.